СКРЫТЫЕ ПАСХАЛКИ В ИСТОРИИ Все вокруг нас – впечатляюще сохранившиеся напоминания о нашей истории, такие как храм Парфенона в Греции, посвященный богине Афине, или пирамиды Гизы в Египте. Все эти места хорошо изучены, а их история хорошо известна общественности. Но некоторые истории настолько скрыты, что на первый взгляд не так очевидны. Как только вы исследуете их, они довольно удивительны. В Токио существует связь военной истории со знаменитой Токийской башней, которая не так очевидна. Башня связи высотой 1092 фута, или почти 333 метра, была построена в 1958 году. С первого взгляда она напоминает Эфелеву башню в Париже, и в то время символизировала на Западе, что послевоенная Япония процветала. Что не так известно, так это то, что башня была построена в то время, когда не хватало металлических ресурсов для реализации амбициозного проекта. Так что треть стального каркаса башни сделана из переплавленных американских танков, которые служили в Корейской войне. Даже обычная прогулка по Парижу может многое рассказать, потому что прямо под вашими ногами на пересечении улиц Рю-де-Ля-Ракет и Рю-де-Ля-Круа-Фабен на дороге есть пять невинно выглядящих прямоугольников. На самом деле это фундаментальные блоки, и все, что осталось от гильотины, которая когда-то стояла у тюрьмы-де-Ля-Ракет, где с середины до конца 19 века произошло 69 публичных казней. Если бы вы совершили прогулку на лодке по английскому побережью, которая окружает Темзу или Эстуария Мерси, вы столкнетесь с чем-то вроде гигантских металлических существ, выходящих из воды. Это выглядит как что-то из войны миров Герберта Уэллса. Фактически, это выведены из эксплуатации морские форты Маунтселла, реликвии Второй мировой войны, которые были построены для защиты морских путей от воздушных атак и уже давно заброшены британскими военными. Иногда самое крупное событие может оставить малейшее напоминание о том, что оно когда-либо было. Взять, к примеру, битву при Гиттенсберге, которая проходила с 1 по 3 июля 1863 года. Это была одна из самых решающих битв гражданской войны в США и, безусловно, одна из самых кровопролитных. Сегодня в отеле типа постели и завтрак под названием Фарнсвордхаус, недалеко от кладбищенского холма, где в Гиттенсберге есть старая каменная стена, более чем сотни пулевых отверстий. Это приводит к битве при Гиттенсберге, когда армия Союза напала на дом, который в то время использовался стрелками конфедерации. В ходе трехдневного боя погибло более 7500 солдат. В других случаях история невероятно хорошо спрятана, и ее практически невозможно увидеть, если у вас нет правильной точки зрения. Линиям Наски около 2000 лет, старому гигантскому гравюру, который покрывает 190 квадратных миль в пустыне Наска. На юге Перу их можно увидеть с высоты, например, с соседних предгорий или с воздуха. Они изображают различных животных и людей, а самый большой из них имеет длину более 1000 футов. Их истинные цели неизвестны, но большинство ученых сходятся во мнении, что они имеют какое-то религиозное значение. Так что в следующий раз, когда вы будете где-то гулять, обращайте внимание на странности в своем городе или поселке, о которых можно рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok